Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь, как всегда, теперь по средам, программа Культ просвет. Мы продолжаем наши попытки создания или обнаружения общего культурного пространства. То, что нас объединяет на данный момент всех европейцев, я даже думаю, все мировое пространство, это, конечно же, война в Украине. Она все еще продолжается, принося человеческие жертвы и разрушения, и влияет на политику, на политический климат в Европе, в европейском сообществе. Мы это чувствуем не только по ценам и уровню инфляции, но и по тому, насколько агрессивным становится и политический дискурс. Именно поэтому нам очень важно осознать, кто мы в этот период. И важно узнать также биографии тех, кто по каким-то причинам, по важным для них причинам, решили покинуть Россию. И теперь находятся здесь в Латвии и стали на протяжении последнего полугода частью латвийского общества. Мы продолжаем вас знакомить с такими представителями различных профессий и направлений. И сегодня в гостях у нас книжный дизайнер, иллюстратор и художник Даниил Вяткин. Даниил, здравствуй. Добрый-добрый день. Я думаю, что мы могли начать с того, чтобы опять напомнить нашим радиослушателям о том, что вы неотъемлемая часть нашей беседы. Ваши комментарии, ваши мнения и ваши эмоции нам важны. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам во время дискуссии по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. А также набирайте нас и пишите нам на номер WhatsApp и в SMS 206191. Мой коллега Евгений Копеин сейчас за пультом и обеспечивает техническую сторону нашей беседы. Итак, пока наши радиослушатели постепенно входят в сегодняшнюю тему, я хотел бы задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, что изменилось, по-твоему, в России, в российском обществе с 24 февраля этого года? Ну, на мой взгляд, вот те разделения, которые были между поддерживающими существующий порядок в России, существующей власть, вот, и теми людьми, которые не поддерживают, да, они очень сильно усугубились, да, и очень стали такими… Ну, то есть, если раньше мы могли как-то говорить, да, ну, да, мне там что-то не нравится, мне там, да, а мне нравится, ну, давайте там поспорим, может быть, там где-нибудь такое… Ну, если это было как-то так на бытовом каком-то уровне, ну, то есть, как бы, да, есть… Было пространство, где можно было встретиться? Да, то есть, сейчас этого пространства практически не осталось, то есть, общество очень сильно разделилось на тех, кто поддерживает, тех, кто не поддерживает то, что происходит. Я вот, честно, вот, видишь, я говорю, да, вот то, что происходит, вот это, там, назвать война, например, еще что-нибудь, у меня это лично до сих пор психологически, это сложно даже в частной беседе какой-то, да, и все равно, значит, стараюсь эту тему как-то, ну, завалировать каким-то образом, и для меня, лично для меня это тоже психологически очень сложно, наверное. Вот, вот, и вот эта поляризация, которая произошла, да, она, как бы, очень сильно наблюдается везде, вот, и, конечно, точек соприкосновения из-за этого становится, ну, очень-очень мало, вот, она прям очень сильно разделила людей на два лагеря, и это чувствуется прямо-прямо-прямо-прямо везде, прямо-везде. Тебе сложно произнести слово война, однако я помню наши первые разговоры по WhatsApp после начала войны, мы даже в какой-то момент, может быть, первые две недели еще были в шоке, но потом уже стали включать войну в какую-то хронику наших бесед, это было до, это было, это теперь уже после происходит. Это происходит во время. Во время. Каков образ войны в российской культуре, если мы можем такую панорамную фотосъемку сделать? А вот этой войны? Нет, войны как таковой, само понятие, ты сказал, что тебе сложно произнести слово война, поэтому ты находишь, как бы, ты прячешься от этого слова в какой-то степени, да? Я прячусь вот именно от того, чтобы назвать эту войну войной, да, и вот этот дискурс, который у нас есть, который власть, да, продвигает, вот, с тем, чтобы не называть это, хотя всем понятно, да, у всех все прорывается, вот. Он, как бы, вот, он в тебя даже, как бы ты ему не спротивлялся, он все равно в тебя проникает, вот. Вот, а, опять-таки, что, какая война? Но война, на самом деле, сейчас, мне кажется, она стала таким, таким башком, на самом деле, да, и все, да, вот, у нас такая большая-большая-большая Великая Отечественная война, да, вот Танак. И все войны, которые когда-либо Россия вела, абсолютно любые, да, они влились в это большое понятие Отечественная война, прям Великая Отечественная война, вот. И стали бы одной такой большой Великой Отечественной войной против, значит, сил добра, против сил зла, да, ну, в кавычках, конечно же. Вот, и вот это геройство какое-то, вот это военное, да, оно, как бы, да, и какой-то вот стяги, флаги, да, там, значит, все развивается, все как-то, все горит, да, и вот этот подъем героический, вот он тоже везде, везде, везде очень чувствуется. И, говорю же, да, это стала большая-большая-большая война, то есть она не отличалась, она как будто, как будто такое ощущение, что иногда складывается, что кроме, собственно говоря, кроме войны-то ничего особенного-то и не было, вот. Да, если вот просто была такая война, которая почему-то иногда прерывалась, ну, непонятно, но мы продолжаем, значит, бороться, значит, силами зла и все такое. То есть получается, что здесь соединяется несколько пластов. С одной стороны, некая длинная-длинная война, которая, в принципе, въелась, как бы, в сознание человека, но война это всегда та, которую мы ведем против сил зла, и поэтому получается, что война для россиян это автоматически либо подвиг, либо освобождение, и правильное. Праведное. Праведное. Не правильное, а праведное. Праведное – это уже нечто религиозное. Ну, практически, да. Это практически религиозное чувство уже. Да, конечно. А с другой стороны, это война, в которой можно пожертвовать собой, и жертва эта оправдана. Конечно. На индивидуальном уровне. И на общественном. То, что для меня было по-настоящему страшно, когда я следил за дискурсом российских властей в СМИ, это выступление министра обороны, который перед началом мобилизации в сентябре говорил о единицах. О мобилизуемых единицах. Как бы ты прокомментировал это? Ведь это очень говорящая единица. Знаешь, комментировать вообще то, что говорит российский руководство – это вообще дело неблагодарное, на самом деле. Потому что… Но из этого можно почерпнуть множество объяснений. А можно почерпнуть, можно не почерпнуть, потому что они абсолютно взаимосключающие. Что там в голове происходит, совершенно непонятно. Можно на каком-то этапе, наверное, понять, что-то читая, или какие-то комментарии, или в каких-то разговорах, что происходит в головах у обычных людей, не наделенных властью. А то, что в головах у власть имущих, ну да, можно сделать одни выводы. На случай, они говорят противоположные, можно сделать противоположные выводы. То есть, что-то конкретное я бы не взял на себя ответственность, делать какие-то конкретные выводы из того, что говорится. Потому что это какая-то совершенно другая плоскость, в которой лично я разобраться абсолютно не могу. Я понимаю, что единственное, что может быть, это то, что те люди, которые находятся у власти, они стараются придать этому больше в этой войне, больше пафоса, больше героизма какого-то. И накачать именно такой эмоцией действительно праведной какой-то войны, праведных действий, правильности. То, что другого выхода нет, другого пути нет. И в этом, на самом деле, во многом они преуспевают. Я недавно просто наткнулся на пост в каком-то группе, где писалось о том, что пришел очередной груз-200 в город, относительно небольшой. Поясним в скобках, что значит этот груз, может быть, кто-то не знает. Убили солдата, и он, соответственно, пришел. То есть это труп и солдат? Труп, да. Вот. И там было порядка 200 комментариев, я думаю, что сейчас уже гораздо больше. И на буквально 5-10 комментариев по поводу того, что ребята, а что же мы делаем? Зачем он, собственно говоря? Ну, ради чего этот человек, да, естественно, не можем, да. Я лично не могу, да, даже понимая, что этот человек, да, он поехал туда убивать, да, у меня не хватает совести, да, или чего-нибудь еще сказать, что там, что, ах, эта тварь, да, да, там поехала, там всех убила. Ну, не могу это сказать. Вот. Да, но задать вопрос, на какого черта, собственно говоря, он туда поехал, тем более составит чувака Вагнера. Вот. Такой вопрос задать я могу, да, и он там задавался. Но на фоне таких вот комментариев, где задавался вопрос по поводу того, что, а какого черта он там, собственно, делал, вот, было несколько комментариев по поводу того, что, ну, как бы, да, герой защищал нашу страну от сил зла и так далее, и так далее. Слава герою, вечная слава герою, такие люди нам нужны и все такое прочее. То есть, ну, как бы, и реально людей очень-очень много. Причем, я чисто из научного интереса стал листать профили, и на самом деле это живые профили, это не какие-то боты, там, да, закрытая страничка, которая появилась там два дня назад, и все такое. Боты. Да, ну, тролли тоже, да, как бы, есть здесь боты, да, какие-то, ну, то есть, которые просто там пишут. Вот, это на самом деле живые люди, вполне себе, там, они там пишут какие-то рецепты, пустят музыку. То есть, это их убеждение? Да, это их убеждение. Убеждение, которое, в принципе, антигуманно, потому что на фронт уехал, прежде всего, человек и вернулся труп. А такие люди, как ты говоришь, вот в этих сообщениях в интернете были такие люди нам нужны, то есть, нам нужны, в принципе, или им нужны мертвые люди, да, вот те, которые превращаются в героев. Ну, да, пожалуй, пожалуй. Я понимаю, что это очень избитый вопрос, я думаю, от него уже можно давным-давно устать, но так или иначе, это действительно для многих здесь необъяснимое понятие. Почему жизнь отдельного человека столь мало значит, или вернее ничего не значит? Почему вместо людей появляются единицы, которых просто можно зачеркивать или в каком-нибудь отчете за последнюю неделю написать, что, я не знаю, там, вот интересно, как пишут военные о смерти? Очень хорошо, очень хорошо, это вот в бойцовском клубе сказано было. Если кто-нибудь смотрел бойцовский клуб, там это очень хорошо. Я так и не посмотрел. Надо. Вот, там замечательная есть совершенно, значит, сцена, вот, там вот эта подпольная организация, в которой люди были без имен. Вот, и пока они выполняли свою функцию, значит, да, они вот лишались своих имен. И вот на каком-то из этих акций, значит, погибает член этой организации, и там, значит, главный герой говорит, это был мой друг, короче, его звали Роберт Полсон. И все-таки, да, во время, значит, пока член организации жив, он как бы единица, но после смерти у него появляется имя, и теперь его зовут, называют имя. И вот они начинают скандировать. Его имя было таким-то, его имя было таким-то. Это очень важная сцена, на самом деле, она очень много объясняет в этой ситуации, да, и на самом деле мы во многом, да, поднимаем на, значит, на флаги, на наши, на вот этих вот мертвых людей, которые вот становятся, приобретают имя, да. После смерти ему возвращается имя, и он как бы начинает жить. Начинает жить как новая такая единица, и продолжает, собственно, жить, и выполнять свою функцию во многом, да. Да, потому что герой ведь после смерти тоже очень занят. Да, он после смерти и становится героем. И у него множество всевозможных заданий. И вот это, кстати говоря, очень важно, потому что во многом, да, герой именно после смерти становится героем. А вот, как бы, герой, который остался жив, да, в какой-то смысле, или герой, который решил вообще в этом не участвовать, или, ну, как бы, героем не является, конечно. Хорошо. А, опять же, какие культурные компоненты, составные части, я не знаю, какие-то слои прошлого создают в современном российском обществе подобные комментарии подобных героев? Ведь их не должно быть сейчас. Почему? Как происходит? Почему их не должно быть? Потому что жизнь человека важнее диктатуры, важнее геополитических планов, важнее... Это тебе так кажется. Ну, так, по идее... Нет, ну, ты понимаешь, это тебе так кажется. Ну, это мне так кажется, это тебе так кажется. Ну, хорошо, из этого создаются какие-то основные моменты гуманизма, что ли. Для чего воевать, если это, к тому же, еще захватническая война. Ну, бросайте оружие, бегите массово, будьте дезертирами, спасайте свою жизнь. Вы не трусы, вы те, кто имеет право жить, а не становиться единицей или, не знаю, двадцатым гробом в Грузии-200. Ну, для этого нужно осознать себя как этого человека, на самом деле, каким-то образом. Ну, ведь Россия не остров и не затерянная где-то в океане. Россия огромная, не забывай об этом. Хорошо. Что не произошло... И то, что происходит в Питере у человека в голове, да, это совершенно не то, что происходит у человека где-нибудь далеко, в глубокой деревне, где-нибудь за Уралом. И я, например, не рискнул бы на сто процентов утверждать, что какие-то мысли, да, сходятся у нас, например. Вообще не факт. Еще раз вернусь к твоей фразе о том, что тебе сложно назвать эту войну войной. Одним из элементов, который наверняка не очень помогает называть вещи истинными именами, это то, что российская власть в самом начале войны создала целый ряд законодательных актов, запрещающих, по сути дела, называть войну войной. Это у нас такой Оруэллский язык получается. Конечно. И вот вопрос тебе, как человеку, живущему в Петербурге и наблюдающему из этого города, который всегда был немножко, скажем, подозрительным и протестантом, каким образом, какие процессы, что привело в российском обществе к тому, что люди могут принять этот язык? Выдумать его диктатура может. Примеров таких множество. И, по сути дела, Путин просто наследник предыдущих веков. А вот снова принять после 90-го, 91-го, 3-го года, что должно произойти, чтобы люди заговорили на этом языке? Ну, что значит, 91-го, 93-го? Ну как? Нет, я понимаю, да. Но лично я считаю, что мы все-таки, мы же так это все и не пережили, все на сайте советской. Вот, и тот язык, который там был, да, как бы вся вот эта, извини, вся история, которая там была, да, мы же ее так до сих пор и не переработали. Именно поэтому появляются памятники Сталина до сих пор, да, так много вот этого всего. И оно же на уровне, и на уровне этих самых единиц, да, происходит. И на уровне государства мы ничего с этим не делаем. То есть, ну, как бы, был там 20-й съезд когда-то, мы там что-то судили, потом в конце 80-х. Еще немножко там пооткрывали архив, еще немножко поосуждали, да, там был какой-то взрыв. Проветрили. Проветрили, да, немножко выпустили партус. Потом в 90-х оказалось не до того совсем. Вот, после, значит, 90-х оказалось вроде как уже и не к месту уже, когда вроде как бы и поздно, наверное, да, такие какие-то мысли. Вот, и, а потом, как бы, да, мы начали все заново. То есть, де-факто, да, мы, как бы, все сталинские преступления, да, против российского народа, против латышского народа, да, против, там, так далее, так далее, так далее, да, они же так и не, так это все и не признано, да. Да, и, как следствие, вся последующая политика, да, она как бы тоже не, да, все ошибки, да, да, они тоже, как бы, де-факто не признаны. Вот, и переработки ни на уровне бытовом, ни на уровне государственном так и не, вот этого переработки так и не произошло. И никакого признания этого не произошло. Поэтому вся эта, да, вся эта почва, да, она как бы никуда особо не делась. Каково было твое первое впечатление или твоя первая реакция 24 февраля утром? Я знаю, что ты как художник часто работаешь по ночам, в ночной тиши и глуши, хорошо, утром или в любое другое время суток. Какова была твоя первая реакция? Состояние близкое к кататонии такое, на самом деле. И оно продолжалось, наверное, сутки. Это, конечно, во многом какая-то такая, то ли это какой-то российская авось, то ли я не знаю, что это. Прекрасно знаю, что на все способны наши правители. И ты меня предупреждал, что такое возможно. Но я все равно не мог поверить, что именно так это все будет. И это был ступор абсолютнейший. Я совершенно не понимал, что делать, не мог взяться ни за какие дела там, ни шведет. Хотя, может быть, это было лучшим, что можно было сделать в этой ситуации. Вот. И это какое-то подвешенное абсолютно состояние. И для меня все это разделилось на до и после сразу. Я помню, еще до войны и до ковида мы нередко разговаривали здесь, в студии или в формате скайпа на темы о визуальном и о городском пространстве. В тот день ты так и не вышел в город? Или если вышел, что-нибудь в городе поменялось, что-нибудь ты смог сочетать? Я, честно говоря, вообще очень плохо помню этот день. Потому что он для меня накрыт таким серым прямоугольником, он заклеен. И я не очень хорошо осознавал себя и происходящее вокруг. В городе, в городе, не знаю, наверное, ничего не поменялось в этот момент. Люди ходили на работу, там, еще куда-нибудь. Потом стала меняться в город вся эта история. Всякие появились плакаты, там, все, и так далее. И полтора месяца спустя ты принял решение переехать в Ригу. Да. Оно накапливалось, оно было спонтанным? Вообще, конечно, я никуда особо не собирался, конечно. Потому что я, опять-таки, исходя из какой-то, может быть, абсолютно наивной надежды, думал, что что-то все равно можно еще в России поменять. Можно в этом как-то жить, можно с этим как-то, да, что-то действовать каким-то образом. Ну, это, конечно, очень наивно, с моей стороны. Но художники вообще большим умом обычно не отличаются, и я не исключение. Поэтому вот эта наивность, как бы такая, да, она мне тоже очень свойственна. Вот, и до 24-го числа было ощущение какого-то, да, что, ну, все-таки с этим можно как-то что-то сделать. Вот, а после было, мне совершенно стало понятно, что, как бы, нет, это, вот это вот то, что там вот наверху творится, как бы, это такая штука, которая никаким уже логичным, человеческим, адекватным мерам, воздействием, уговорам, да, уже не подастся просто уже никогда. Вот, и это стало, не то чтобы стало это очевидно, да, но вот этот раздел, как бы, мы поняли, что он уже преодолен, как бы, и я ничего не, ну, как бы, я для себя понял, что я ничего не могу сделать. Ну, вот я лично ничего не могу сделать. Я, ну, как бы, что я как художник могу, да, я могу ходить на какие-то митинги, могу выйти с плакатиком, могу там, могу нарисовать картинки, могу сделать выставку на эту тему. Ну, это, ну, это, ты, как бы, с пистолетом я не выйду, да. Ты участвовал в митингах? Да. Была ли у тебя возможность, я не знаю, возможно, наверное, неправильное слово, как бы, появилась ли случайность или каким-то образом тебя столкнули обстоятельства с теми, кто охраняет этот режим? Тебя преследовали физически, если ты выходил на митинги? У тебя было столкновение с теми самыми, космонавтами их называют, да? Космонавтами их называют. Не, ну, меня там ловили на митингах, точнее, пытались. Это, конечно, очень... Что это за ощущение? Извини, может быть, очень туристический вопрос, да? Защищение туристический, да. Но что это за ощущение, когда тебя преследуют свои же граждане? Да. Вообще, как бы, вот когда... Уже в каком году? В прошлом? Нет, уже когда. Уже это самое... То есть, погода уже смешалась, да? Когда ты выходишь где-нибудь на морской или там на гостинке и понимаешь, что ты не видишь Невского проспекта вообще в принципе, да? И не понимаешь, что происходит сначала. Не видишь Невского проспекта? Да почему? Не видишь. Ну, ты выходишь и не видишь Невского проспекта, да? А не видишь ты его, потому что Невский проспект закрыт полностью такой черной-черной полоской. Он как бы перечернут такой вдоль. А эта черная полоска состоит как раз вот из, значит, представителей нашего закона, так сказать. Вот. И они стоят такой непрерывной чередой на протяжении километров, да? Сколько вот, несколько проспектов длиной. Вот. Это достаточно жуткое ощущение, да? Или когда ты идешь по улице, да? Среди других, да? Людей, которые пришли на митинг. Вот. Ты понимаешь, что впереди улица полностью перекрыта, значит, вот черным таким, да? И сзади тебя тоже перекрыта. Тоже полностью, да? И ты как бы, да, вот. Тебя там, да? Кстати, тоже хорошее выражение. Тебя там, тебя там человек сто, и их там человек сто. Вот. Это вот, да? И между вот этими двумя, как бы, этими такими... Губками тисков. Ну, тисков они тоже черненькие. А знаменитые питерские дворы, внутренние, которые помогали народникам спасаться от царских полицейских? Ну, вот, слава богу, что они еще кое-где есть, да. И даже не закрытые. И даже не закрытые, да. Ну, для этого надо знать немножко город. Конечно, поэтому... Ты приехал в Ригу, но, наверное, можно сказать, что ты частично и вернулся в Ригу. Ведь ты бывал здесь, участвовал и в поэтических чтениях группы «Вольность», и в концертах. И была презентация и сборника стихов русских поэтов, которые мы переводили на латышский язык. А потом был долгий период ковида. Подожди, я сейчас хочу прокомментировать немножко. Я сейчас рассказал про это, но я смеялся. Дорогие радиослушатели, это мне сейчас смешно. А вот там нифига не смешно, поверьте мне, пожалуйста. Да, я думаю, для наших радиослушателей, для многих, которые в основном, наверное, все-таки смотрят российские СМИ, так или иначе, для нас очень важно, я не собираюсь никого сейчас переубеждать, хотя было бы здорово, но, по крайней мере, альтернативную информацию знать необходимо. Она может вас раздражать, она может вас бесить, но она имеет право существовать. И вот здесь как бы живой источник. Итак, ты вернулся в Ригу после двухлетнего перерыва. А каковы были первые впечатления от этой новой Риги? Ну, на самом деле... Визуальные, тактильные. Визуальные, тактильные. Ну, на самом деле, первое, что бросается в глаза, это то, что война пришла и в Ригу тоже. Да, она пришла по-другому. В каком обличии? В каком обличии? Ну, во-первых, конечно, везде флаги Украины, и это действительно... Как вот в Петербурге везде там висят флаги. Хотя, на самом деле, в Петербурге меньше Z-символики, чем в реги... В Z-бытании, в других регионах. В флагах Украины, да. Вот, и это, конечно, это самое. Но это крутое ощущение, на самом деле, когда ты видишь здесь украинские флаги, потому что ты понимаешь, что здесь как бы... Ну, вот эту позицию, которая тебе близка, мне близка, вот, ее все-таки разделяют. Да, и это как бы... И для меня в этой ситуации флаг Украины был как бы неким знаком спокойствия. Как-то, понимаешь, тут как-то меня это самое... В этом, конечно, история примешивается. Такое, как бы, чувство, да, все-таки... Это же моя страна, рассказал эту войну. Как ты живешь с этим уже более полугода? Не, ну, какие-то механизмы для того, чтобы... Ну, что тебе приходится... Каждому из нас приходится переносить это каждый день. Но для меня русская культура может существовать без государства. А для тебя они все-таки очень-очень в единой сцепке. Ты гражданин России. Ну, видишь, она все равно не существует сильно без государства. Потому что... Не в том смысле, что... То есть это отслоение какое-то? Ну, это, да, вот последняя моя выставка, да, это же реакция абсолютная на происходящее, да, ее бы не было, если бы... Твоя выставка в мае месяце, в 10 академиях художества. Да, вот в мае месяце я приехал и буквально за 2 недели нарисовал 10 здоровых работ, вот. Может, ее еще удастся где-нибудь встретить. И главная тема была? Главная тема была в война, конечно же. Да, но этой выставки бы не было, конечно. Вот, в принципе, то же самое, можно сказать, про предыдущую мою выставку, которая была в Питере. Она тоже в прошлом году, да. Она, в общем-то, тоже увязана на... Не только на... 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 Российском там характере, на российском духе, российской душе, если хотите. Вот. Но и на тех политических процессах, которые происходят, да, и, скорее всего, ее тоже не было, если бы не было. Да, поэтому связь культуры и, да, и политики, она во многом непосредственная. Да, это во многом реакция на то, что происходит. Вот. Теперь поговорим немного о том, что здесь, в Риге, ты сейчас, с середины апреля, ты уже не гость, но ты как бы и не гражданин Латвии, там, десятилетиями. У тебя какое-то новое, третье состояние, такой гибрид. Раньше ты приезжал, уезжал, были какие-то мероприятия, события, интервью, и потом ты собирался и ехал обратно на родину. Теперь ты здесь на некое неопределенное, но довольно длительное время. А что в тебе самом меняется? Ты что-нибудь ощущаешь, фиксируешь? Что-нибудь забавное, что-нибудь печальное? Ведь ты же теперь, по сути дела, эмигрант. Да, белая акациица – это эмигрант. Да, 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 да. Меняется. Ну... На уровне языка, например. Я знаю, что вы уже говорили о том, что что-то происходит с русским языком. Да, нет, просто, во-первых, слова проникают. Да, вот эти вот... Ты учишь латышский? Да, я учу латышский. У меня плохо получается, честно говоря. Вот, но я пытаюсь. Слова, которые... Я бы никогда, конечно же, не хотел говорить, как в Петербурге, да. Например, та же самая кофейница, да. Такое слово в русском языке не существует. Есть кофейня старинная. Есть кофейня, да. Есть кафе. А тут я поймал себя, значит, на том, что... Говорю, пойдем в кофейницу. И такой сам себя поймал на этой мысли. Как это? Что я такое говорю? Да, поэтому проникает, конечно, вся эта история. А каковы твои контакты с местным населением, с латышами? Что ты там видишь, слышишь? Потому что для многих русскоязычных здесь, особенно после дискуссии, в которой я вчера участвовал, я понял, что для многих все еще некоторая боль и отторжение того, что вот теперь латышская культура, условно говоря, доминирующая. Для многих это рассказ о том, что их забыли, предали, не услышали десятилетиями. А ты сейчас вот в том третьем пространстве. Ты учишь латышский, что-то тебе открывается, ты слышишь какие-то аспекты из истории Латвии, скажем, межэтнических отношений. Какие твои зарисовки? Ты встречаешь где-то латышей, да? Ну, какое-то, может быть, пространство в городе, например, в пятницу вечером. Ну, наверное, кафе, бар. Ну, да, чаще всего так. Что-нибудь, какие-то такие картинки с выставки. С выставки. Ну, на самом деле... На самом деле... Нет, во-первых, опять-таки, все пропитано вот этим вот войной вот этой вот. И это, конечно, во многом... Это, конечно, грустно, потому что, ну, во-первых, очень бы хотелось, чтобы другие темы какие-то в большей степени затрагивать. Тут так или иначе все равно вылезаешь на вот эту историю, и она отовсюду все равно начинает перейти. Даже в совершенно невинном абсолютно каком-то разговоре она все равно начинает откуда-то обязательно сочиться. То есть так или иначе в любом практически разговоре эта тема затрагивается. И это, конечно, такое. Я даже не знаю, как это правильно характеризовать, честно говоря. Интересно, что для своей позиции среди латышей я вижу во многом больше поддержки, чем среди местных русскоязычных или русских, вот. То есть расслоение мнений среди русских, оно гораздо сильнее. Вот здесь, на самом деле. Да, это показывают и социологические опросы тоже. Вот. И это очень сильно, сейчас... Не знаю, как к этому относиться, вот. Я к этому стараюсь никак не относиться, на самом деле. Я стараюсь не делать для себя выводов, не делить людей никаким образом. Вот. Просто есть такой, естественно. Просто есть такой факт. И здесь, в Латвии, ты подготовил и провел одну выставку. И в то же время ты продолжаешь работать по, как бы, основной своей стезе. Это книжный дизайн, это иллюстрация. И я знаю, что ты еще занимаешься их с либрисами. Да, да, да. Каков твой быть здесь? Какие идеи, какие мысли? Что у тебя сейчас в процессе? Я думаю, мы можем начать с праздника книги на этой неделе. А, с праздника книги. Да, кстати, это хорошая, хорошая тема. Да, вот буду участвовать в празднике книги, например. В субботу, в воскресенье в библиотеке. В воскресенье, да. В воскресенье. Да, воскресенье. И, да, воскресенье. И о чем ты будешь говорить? А я попробую сделать такой небольшой мастер-класс по поводу начала создания, может быть. Ну, вообще любое произведение, оно во многом делается, исходя из такой, ну, как сказка, да, исходя из какого-то персонажа с какими-то характеристиками. Да, даже книга — это персонаж, фирма — это персонаж, да, у него есть характеристики определенные, которые для потом определенным образом, да, мной как дизайнером, как художником, да, они перерабатывают некоторые графическую, визуальную систему, да. И вот мы попробуем создать как раз вот какого-то такого персонажа, возможно, да, из которого потом можно будет каким-то образом визуализировать, и потом, возможно, создать что-нибудь, да, опять-таки. То есть это некое введение в комикс или графический роман? Введение, да, ну, или в комикс или графический роман, да, ну, в общем, в любую такую графическую среду, да, откуда берутся вот эти все характеристики, как они могут визуализироваться, да, что для этого нужно, да, какие приемы есть возможные, еще что-нибудь такое. Я понял, ты продолжаешь работать и с музеем «Липкая», и ты создал совсем недавно довольно объемную брошюру для их нового проекта «Дома мужества». Да. Хорошо, таким образом, я думаю, что мы в ближайшее время вновь встретимся поговорить о теме «Ликс Либриса». В оставшиеся три минуты хочу задать тебе очень короткий вопрос в надежде получить короткий ответ. Следуя идее Оливии Лэнг о том, что одинокий город, город, в котором ты появляешься вроде бы впервые или возвращаешься, но там ты все-таки вынужден быть долгое время один, в этом городе одиночество начинает обретать какие-то формы, которые можно, что называется, понять, принять и даже, что называется, пощупать. Как ты справляешься со своим одиноким городом? Ведь очень резко оборвались многие социальные связи. Честно говоря, я не справляюсь. Что ж, это очень откровенное и честное признание. Я не справляюсь. Но этот опыт тоже часть этого одинокого города, именно ощущение о том, что ты не справляешься. Нет, а как? Ну да, конечно. Но я не стараюсь это как-то во что-то замаскировать. Я пытаюсь прожить это ощущение полностью. Что да, есть такое ощущение отрыва, есть такое ощущение, как бы тебя в космос немножко выбросили. Это совершенно все как бы другое. Да, это как бы там... Гранд контрол, ты мейджи том, да? Вот такое. Хорошо, что художники умеют рисовать. У них есть шанс заполнить одиночество и пространство значением. Можно попробовать, во всяком случае. Чего я тебе и желаю. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что столь внимательно слушали. Моему коллеге Евгению Копейну спасибо за обеспечение технической стороны эфира. И тогда встретимся снова и поговорим о Риге, может быть, через несколько недель. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Вы слушаете радио Болтком.